Константин, и так появилась такая партия. Что дальше? Дальше, естественно, регистрация, потом участие в выборах. Что же еще? Партия в этом отношении – это штука известная, заточена она ровно на одно, на представительство во власти. Этим мы собираемся заняться. Ваш прогноз – эта партия может прийти к власти? Я думаю сейчас, что, скорее всего, мы одни вот так вот все политическое поле не заполним, хотя, может быть, мне, конечно, как человеку отчасти тщеславному этого бы хотелось. На что я рассчитываю? Так это на широкую коллекцию демократических, в хорошем смысле слова, сил, которые действительно имеют шанс к власти прийти и к которой мы, конечно, хотим играть не последнюю роль. Я думаю, что сейчас очень многие партии тоже создающиеся, может быть, они рассчитывают на какой-то быстрый взлет, а кто-то, наоборот, просто пилит деньги. Но вот мы ни то, ни другое. Мы трезво оцениваем свои возможности, не завышая их, но ни в коем случае не занижая. Я думаю, что мы найдем свою поддержку и своего избирателя. Константин, как вы считаете, в недрах вашей партии может появиться новый лидер России? Кто знает, но я должен сказать сразу, что вот глядя на людей, которые здесь собрались, я тут могу сказать ровно одно. Вы знаете, у Высоцкого была такая песня про Айталу Хамени, что этот самый Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми и замени. Где взять? У нас любой второй в Туркмении, Айтала и даже Хамени. Так вот, я могу сказать, что по сравнению с нынешним режимом, вот бери любого второго из, например, нашей аудитории и сажай его на место условного Путина. И ей-богу, выйдет не хуже, а, наверное, сильно лучше. Просто потому, что вот тут вот Шах расписался в полном неумении, извините. Так вот, и я глубоко убежден, что можно взять какого-нибудь молодого, симпатичного человека наших убеждений. Да вот просто в зале тут полно таких. Или девушку. А можно и девушку, я думаю. Ну вот, хотя девушку я все-таки на это самое, министерство бы какое-нибудь пристроил. Девушке в министерствах очень хорошо смотрится. Ну вот. И, соответственно, пожалуйста, вперед. Я, кстати говоря, глубоко убежден, что это самое, после небольшого скрипа и знакомства с делами, нормально человек потащит. Потому что пресловутый краб на галерах, честно говоря, уж больно сильно гребет в одну сторону. Если у человека не будет столь загребущих пешней, уже одно это, я думаю, страну сильно оздоровит. А поскольку мы все тут люди скромные, аппетиты у нас маленькие, то я думаю, что мы обойдемся стране гораздо дешевле и это будет гораздо веселее. Владимир, и так появилась такая партия. Что дальше? Мы придерживаемся принципа «делай, что должно, будет, что будет». Мы выполнили все необходимые действия для создания партии. Все они выполнены строго в рамках действующего законодательства. Теперь дело за Минюстом. Документы будут сданы в Минюст в течение 30 дней. Минюст обязан нам дать ответ. После этого мы создаем уже наши инициативные группы, переводим в статус формальных зарегистрированных организаций территориальных. На съезде на сегодняшний момент присутствует 45 таких групп. Планировалось подъехать чуть больше 50, но, знаете, как всегда бывают накладки, не все доехали. И этот процесс пойдет независимо от того, нас регистрируют или не регистрируют. Мы находимся в таком положении, что нам уже нельзя останавливаться. И люди реально будут сдаваться. Власть будет называть вас русскими фашистами. Как вы будете на это реагировать? Каким образом вы докажете населению, что это неправда? Вы знаете, фашисты выступают за приоритет тотального государства. Тотальное государство – это всегда подавление воли народа. А мы, русские националисты, мы выступаем за то, что именно народ, именно граждане должны иметь приоритет над государственной машиной. Именно народ определяет, каким быть правительством. И правительство работает для нужд народа, а не наоборот. Что правительство определяет, какой у нас народ, и правительство использует народ, как уголек своей топлива. В этом отношении, на самом деле, если говорить о России, то классические фашистские организации – это движение «Наши», это группа «Сталь», это в конце партии «Единая Россия». Они носят все признаки фашистских организаций. А мы, мы русские национал-демократы. Мы считаем, что имеет примат интерес граждан. Мы убеждены, что в России интересы гражданского большинства совпадают с интересами национального большинства. Мы убеждены в том, что коренным национальным интересам русского народа это построение демократического государства в России, которое служило бы к пользе и интересам русских, к пользе большинства граждан России.